Добрый вечер, центральный федеральный округ. Доброй ночи, уральский федеральный округ. Доброе утро, дальневосточный федеральный округ. Спасибо большое за предложение, Юрий Юрьевич. На самом деле, я не собирался сегодня говорить на эту тему, но, посидев очередной раз в жюри на детском конкурсе, не прочасто это случается, но все-таки случается, я почекну на себя ряд тех проблем, которые меня давно волнуют, как педагога. Сначала это было как начинающего педагога, теперь я даже не знаю, к какому формату педагогов я отношусь. Все-таки, я начинающий педагог. И мне, конечно, ближе более дискуссионный формат, нежели лекционный, но я все-таки постараюсь донести сегодня свою мысль. И начать я хочу с небольшой педистории. Два года назад, когда была сегодня известная пандемия, Екатерина Николаевна Пчелова проводила открытую беседу у себя в социальных сетях с нашим удающимся мэтром Александровичем Сыганковым. И в конце беседы можно было задать какие-то свои вопросы, и я задал тот самый наболевший вопрос, который меня всегда волновал и волнует до сих пор. А нужно ли такое огромное количество детских конкурсов, которые сейчас есть у нас в стране, и в том числе, если... Ну, мне ближе московский регион, поэтому я говорю о московском регионе. На что Александр Андреевич Сыганков ответил, что, конечно, нужно. И я обосновал это тем, что это очень важно для детей, для их становления, как творческих личностей. Те условия, которые предоставляет конкурс, а именно проверка ребенка на психологическую устойчивость, проверка его выносливости и так далее. И конкурсная площадка – это очень важно, потому что там есть как раз все эти составляющие. Но главная составляющая – это, конечно, злое жюри. В кавычке «злое». Да, Юрий Юрьевич? Да нет, почему? Мы всегда доброе, я не... Да, доброе для себя, доброе, злое жюри. И которое, соответственно, и является тем самым фактором стресса для ребенка, особенно для ребенка, как мне кажется, средней и старшей группы. Потому что в младшей группе все-таки ребенок еще достаточно легкомысленно относится к этому процессу. Как мне кажется, опять же, и вообще все, что я сегодня говорю – это моя личная точка зрения. И она созрела, как спустя один цвет практики детским педагогам, или двенадцать, неважно. И я принял этот ответ Александра Андреевича, он достаточно был убедителен в своем спичи. Но все-таки это был не до конца ответ на мой вопрос. Потому что мне кажется все-таки, моя точка зрения, что количество тех конкурсов, которые сейчас у нас есть среди детей, оно... Ну, мягко говоря, я считаю, что это перебор. Потому что, если мы обратим внимание и вспомним нашу не такую далекую историю, а именно 90-е и начало на любви, мы увидим, что среди детей было совсем небольшое количество конкурсов. И эти конкурсы были невероятно престижными. Это конкурс в Санкт-Петербурге имени Андреева, который шел с начала 90-х годов. И потом уже в конце 90-х появился на небосклоне конкурс имени Андреева, который состоится в этом году очередной. Ну и потом уже в начале нулевых появился конкурс имени Рожкова в Нижнем Новгороде. И мы всегда, будучи юными исполнителями, мы с начала учебного года готовились к этим конкурсам целенаправленно. Это всегда было два тура, два серьезнейших тура. Это набор всех тех обязательных произведений, а именно по требованиям это была классика, обработка народной мелодии. Ну чаще всего это самое еще Шалово, если это был Петербург. Ну и конечно же обязательное исполнение Василия Васильевича Андреева. И таким образом вот то поколение, которое сейчас уже стало и педагогами, и которое потом впоследствии поступало в лучшие вузы страны, оно всегда пересекалось на этих конкурсах, и мы всегда боролись между собой. То есть, ну была какая-то такая бригада ребят, которые всегда добивались тех или иных лауреатских мест, и была очень серьезная конкуренция на сцене. Был серьезный отбор во всех учебных заведениях, особенно в Москве. Я знаю, что были всегда отборочные туры, прослушивания. И, соответственно, и отношение, и ценность этих конкурсов, она, конечно, была более весовой, чем сейчас. Потому что сейчас каждый второй ребенок является лауреатом всероссийских международных конкурсов. Но при этом не владеет теми навыками и умениями, которые необходимы. И вот Юрий Юрьевич не даст собрать, что, например, на последнем конкурсе «Русская палитра» был замечательный ребенок, я не помню, только в средней, по-моему, группе, который играл сначала японского композитора. И абсолютно фантастически у него все получалось. Он очень хорошо и тонировал, фразировочку вел. Все было супер, но тут наступает второе произведение – это «Валенки» Александра Борисовича Шалова. И, если честно, его исполнение ставило меня в тупик. Ну, конечно же, были зрители, которые кричали «Брау!», потому что ребенок махал руками эффектно. И вот такие выступления меня, как члена жюри, ставят в тупик. И, конечно, мне бы хотелось, чтобы все-таки педагоги после конкурсов получили свой результат. Конечно же, они всегда недовольны своим результатом. Хотелось бы, чтобы они подходили к жюри и узнавали. Потому что не секретно, Юрий Юрьевич, опять же, мне даст собрать, я пишу много во время конкурса. Все думают, что я в телефоне сижу. Ну, просто я в телефон записываю, пока мне бумагу не принесут. Я прошу бумаги. Мне приносят один листочек. Я прошу еще двадцать. Потому что, ну, на самом деле, эту культуру написания и характеристики исполнителей на конкурсах мне привил Андрей Александрович Горбачев, мой педагог, человек, которым я благодарен всю жизнь буду. И сейчас всю жизнь буду. И вот это одна из тех методик, которые он, кстати, привил, абсолютно не настаивая на этом. Он просто, он был всегда готов ответить на любой поставленный вопрос. Будь то мама ученика, исполнителя на конкурсе, будь то педагог. Ну и, к сожалению, педагоги чаще всего обижаются и уходят, но не подходят к члену жюри. Чтобы услышать ней. И мне кажется, что вот такие конкурсы, где сидит узконаправленная жюри, а среди нас на русской политике все трое это. Балалайшник – это заслуженный артист России. Торговорка по Фрейду. Ну, да, почетный. Народный артист России. Игорь Иванович Сенин – заслуженный работник культуры города Москвы. Почетный. Народный. Народный артист России. Народный артист России. Народный артист России. И, мне кажется, что такое профессиональное жюри могло бы подсказать и начинающим педагогам, и тем педагогам, которые имеют огромный опыт. А ведь, ну не секрет, на самом деле, я даже своим небольшим опытом, я все-таки иногда перегораю, я совершаю ошибки, как педагог. И может быть именно сейчас, в данный момент своей деятельности, периодически я этим и занимаюсь, потому что я готовлю первоклассника на конкурсе имени Андреева. При том, что мой первоклассник пока не обладает теми физическими способностями, которые позволят ему осилить и сыграть ярко на этом конкурсе. Данный момент, настоящий. У нас еще есть время месяц, не такой большой срок, но мы все-таки справляемся. И вот тут как раз в контексте того, что я заявил в своей теме именно подготовка к конкурсу, мне бы хотелось, чтобы педагоги обратили внимание на системность, особенно системность в домашних занятиях, не в классе. В классе это все понятно, мы слушаем и говорим, говорим. Но очень важно привить ребенку системные домашние занятия, чтобы он понимал, что ему нужно поговорить с родителями, подключить родителей. Особенно это касается младших классов. Не надо делать так, чтобы родители регулярно присутствовали на уроке. Это тоже иногда вредит ребенку, потому что начинает зажиматься. Или наоборот он начинает вести себя расхлябанно, потому что мама рядом и мама молчит. Ну или папа. Ну чаще мама, конечно. И в этом плане я бы, конечно, хотел посоветовать, чтобы вы выписывали, например, ребенку дневничок или маме отправляли в сообщение, каков должен быть процесс подготовки конкурса на последнем этапе. То есть там буквально за месяц, за два обязательно включить в этот процесс тот самый инструктивный материал, технический комплекс, о котором неоднократно говорит Андрей Александрович Гербачев, о котором говорят Алексей Юрьевич Вродливец, но и все выпускники Андрей Александрович так или иначе об этом говорят, потому что мы сами были теми людьми, которые занимались так. И поэтому без этого сейчас никуда. Любой конкурс требует от нас технически выверенной игры. Главная задача – это сыграть ноты, а вторая задача – сыграть их выразительно, а третья задача – привнести в каждое исполнение любого произведения характер, то есть содержание. И, к сожалению, из-за такого огромного количества, видите, я так и с темы в темы перехожу, из-за такого количества детских конкурсов, особенно конкурсов, где написано в требованиях два разнохарактерных произведения, ребята выходят абсолютно не готовы. То есть происходит просто набор звуков, чаще всего это звуки преимущественно с тактильной грязью, то есть непопадание в текст, придумывание каких-то новых трактовок, облегчение фрактуры и так далее, и так далее. Сразу видно, что выучили в последний момент. Не обладают определенными навыками игры. А ни для кого не секрет, что исполнительство на баллайке – это в первую очередь огромное количество приемов игры. И вот тут мы сталкиваемся с той проблемой, вот когда про мальчика, о котором я говорил, он начал играть в валенки, но он абсолютно не владеет одинарным лицикатом, переменными ударами. То есть у него фактически просто нет физики. Ему надо еще развиваться, развиваться, работать над упражнениями, над инструктивным материалом. И тут тоже очень важно обратить внимание на подбор репертуара. Я умоляю, я очень прошу педагогов, обращайте внимание на своих детей. Не гонитесь за скоростью, не гонитесь за Настей Тюриной. Все знают, о чем я говорю. Она выдающийся ребенок. Она занималась по 8-9 часов в день, и то больше. И потрясающая ученица Юрия Юрьевича Анна Батова тоже как танк занимается. Но не все дети такие. Многие в хорошем смысле как танк. Многие дети сейчас, в силу того, что они очень заняты, и у них куча сторонних отвлечений, будь то компьютерные игры, кружки и так далее. И сейчас система образования в общеобразовательной школе сделана так, что ребенок фактически отпущен на самообразование. То есть ему просто дают знания, какие-то поверхностные, глубинные знания. Ребенок должен получать самостоятельно с помощью интернета, с помощью своих родителей. И, к сожалению, дети выматываются, и у них действительно не хватает времени и сил для того, чтобы успевать осваивать тот материал, который он дает. Поэтому я очень прошу обращать внимание на этот притуар. И поверьте мне, я лучше услышу, Мишка с куклой танцует по речку, нежели я услышу в идеальном исполнении, нежели я услышу в средней группе А в Валенте Александра Борисовича Шалова, где ни одной живой ноты. Я поставлю 25 за... Ну, честно, это... Может, я утрирую сейчас по поводу произведения, но все-таки я бы просил обращать на это внимание. Я тоже признаю, я тоже иногда перебарчиваю с программой. Но я делаю выводы, я признаю свои ошибки, я исправляю. У меня есть чего-нибудь? Не надо заканчивать. Не надо заканчивать. Ну, и в конце, в заключении, мне бы хотелось пожелать всем преподавателям, я понимаю, что для нас очень важны показатели, нам надо получить бумажку. Я вас очень прошу. Поймите, что мы для детей фактически становимся родителями. Любой индивидуальный педагог, а пока мы являемся индивидуальными преподавателями, пока это еще не измерили в нашей стране, я желаю всем педагогам все-таки думать о детях. Вот недавно мне один мужчина сказал, Константин Олегович, я вас в жизни видел больше, чем своего отца. И это не шутка. Эти слова для меня, знаете, они практически... Ну, я не заплакал, но мурашки по коже пробежали. И он мне сказал, я вам доверяю. И вот сделайте так, чтобы дети вам доверяли. И думайте о том, когда вы выбираете конкурсы. Вы должны четко ставить перед собой цели, какие вы преследуете на этом конкурсе. Либо заработать бумажку, либо сделать так, чтобы ребенок выступил успешно и получил удовольствие от этого выступления. Спасибо.